Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Нет, 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 это не так. Это латышский, где я в Латвии был, не полно в три месяца. Немецкий я изучил за шесть месяцев, почти за четыре английский, там, французский, испанский. Это 50 лет назад было, сейчас ничего этого нет. Я добровольно от всего отошел. Я беседовал с людьми на этом языке, беседовал, читал. Вы хотите продолжать нашу конверсацию в английском? Я не рассчитывал. Вы хотите продолжать нашу конверсацию в английском? Да, я с англичанами разговаривал, в Америку ездил там тоже. Это быстро возвращается-то. Я не знаю, у нас в школе иностранного языка не было, я самостоятельно это изучал. Я вас просил, не хотели бы продолжить наш разговор по английски? Нет, нет, я говорю 50 лет назад, 50 лет назад, я этого не касаюсь, совершенно. А 50 лет назад, когда я изучал, я встречался с англичанами, беседовал. У немцев в собрании на немецком языке говорил проповеди. Это просто Бог внезапно во мне открыл это. Но я и не знал, в школе-то иностранного вообще у нас языка не было. Поэтому... Ну, у меня-то, в принципе, немножко другая совершенно ситуация. Я и в школе, и в институте, я учил только немецкий. И более того, в институте я, значит, посещал платные курсы переводчиков. Там 8 рублей раньше в месяц стоили. Ну, да. Курсы не стоили. Ну, так вот, я могу сказать, что я весьма даже прилично разговаривал по-немецки. Вот. Но, знаете, вот, если его не используешь, он, в общем, теряется. И вот, тем более, когда вот приехал в Америку, я начал изучать английский язык, он как-то вот автоматически этот немецкий стер. Знаете, вот как тряпка милосы доски стирает. Да, я вот слышу его, я различаю слова, это же много. Но я уже не помню ничего, и как они, что они означают, эти слова. Так что, такая вот ситуация. Главное, в языках это уже дело прошлое. Я отошел от этого, считал у меня и Библию на разных языках, с людьми встречался. Но самое-то главное, у меня все было направлено, чтобы к этим людям выйти с Евангелием. В 90... сейчас скажу, когда это было. В 92-м году я был в Америке. Меня пригласили по миссионерскому там фонду. Я был в Вашингтоне, Сакраменто, Нью-Йорке, в этом, Лос-Анджелесе. У хороших людей был, русская иммиграционная волна там была, когда. И я сколько там, неделю пробыл, я уже по телефону разговаривал по-английски. Возвращается очень быстро. Мне этот язык очень нравился. Но, когда я понял, что мне жить только среди русских, то я все отдал для того, чтобы знать Евангелие, Слово Божие. Вы, если зайдете в интернет, увидите, нынче мы проехали 6 исламских республик. Мы благовествуем специально машиной. У меня 38 книг. Я дарю в каждую библиотеку. 444 библиотеки имеют мои книги. Это в Германии, национальные библиотеки, Сербии, Венгрии, Румынии, Болгарии. И здесь, начиная с Чечни, и в доме Мулы ночевали даже. Ходил в мечеть, молился. У них был. Я с ними там беседую, и вы зайдите на наш видеоканал, вы там найдете, как беседуют с ними. Я считаю, люди, которые это знают, американцы, которые смотрели, они все согласились, это только так надо. То есть я вообще не затрагиваю их учения. Отдельно у меня 18 том написан о мусульманстве. Я разбираю Коран весь по сурам и аятам в сравнении с Библией. И что о мусульманах было сказано за 1300 лет. А об евреях, это у меня три тома. Конкретно, как с вами беседу к Богу привести? Вы знаете, Игнатий Тихонович, я вот совершенно недавно, мой приятель перечитал Ветхий Завет. И все из-за чего? Значит, тут очень много евреев. Мой приятель, он сам родом с Украины, из Венницы. И вот этот Ветхий Завет у него на украинском языке. И вот он специально взялся его изучать только для того, чтобы как-то немножко прищучивать, осаживать евреев, когда они начинают заноситься там, про Моисея начинают, про свои древние корни, про то, что они там Богом избранная нация, и они все сплошь талантливые и так далее. Хотя, вы знаете, здесь вот я вижу этих евреев каждый день, и очень много. И среди них есть и балбесы, и стопроцентные идиоты. Но вот изворотливые они, хитрые и коварные. Это вот у них вот как бы кровь у них такая, понимаете. И вот мой приятель, значит, взялся перечитывать вот этот Ветхий Завет, и каждый день со мной делился открытиями. И в конце концов он возбудил меня до того, что я загрузил себе с интернета вот этот Ветхий Завет, и начал его заново перечитывать. И вот что он мне сказал, этот мой приятель, Юрий его зовут. Он говорит, это удивительно, но, говорит, в принципе, вот те, так сказать, идеи, которые там написаны в Ветхом Завете, они, в общем-то, просто ранние издания книги «Майн кампф» Гитлера. Потому что, чего не коснешься, скажем, вот евреи, значит, во время исхода из Египта проходят, они вырезают все племена, оставляя только невинных девушек, которые обращают себе во служение. То есть детей, особенно детей, стариков, мужского пола, это все уничтожается, чтобы высечь это племя под корень. И, естественно, забирают себе скот, там, вот эти материальные средства и так далее, что вот чем это племя владело. И там, значит, сказано, что вы должны селиться вдоль морей, там указанной местности, и вести себя тихо до той поры, покуда я, типа, вот, ну, Бог не подам вам сигнал, чтобы вы должны завладеть этим местом. Значит, о том, что, значит, евреи могут свободно, так сказать, забирать всем материальные средства угоев, о том, что, значит, евреи питаются, питаться должны, то есть они должны вот эту кошерную пищу есть, обязательно свежую там, и причем только травоядного скота. А, значит, если пища там или мясо каким-то образом чуть-чуть испорчено, вы должны продать это гоям. То есть, понимаете, вот, он мне прочитал это, говорит, ты знаешь, ну, я удивляюсь, говорит, в принципе, если вот оправдывают действия тех древних евреев, то Гитлер делал все правильно. Непонятно, почему он, собственно говоря, ну, так вот, очень-то уж не в почете. Это надо начинать, если вот искоренять фашизм, то фундамент-то фашизма закладывался, как бы, вот, Моисеем. Это же он объявил себя наместником Бога, ничем это не подтверждено, так сказать. Вот, да, вот я говорю с Богом, он мне там то говорит. То есть, он как бы вот толмач воле Бога там передает. А говорил он с Богом, не говорил. И самое главное, вот воля Бога в устах этого Моисея, ну, это, ну, просто бесчеловечно. Это, ну, совершенно, как сказать... Вам ответ какой-то нужно давать? Или вы уже все так твердо знаете, ничего не надо вас спрашивать? Так, вы назовите имя, отчество свое. Александр Николаевич меня зовут. Вот, Александр Николаевич. Я немножко вам поясню о том, что вы сказали. Вы вообще-то верите в какие-то чудеса? Чудеса, в общем-то, верю, но не твердо. Ну, я скажу, что означает слово чудо. Вот, допустим, Александр Исаевич Солженицын. Выставили помирать, все, охватило рак в коридоре. И вдруг он стал живой. По сегодняшний день все врачи признают это за чудо. Никаких причин выздороветь ему не было. То есть он списан и окончательно. Вот, я называю то чудо, которое мы встречаемся, мы не можем и называть. Вот вы сказали про Гитлера. Гитлер сделал точно так. Гитлеру это не заповедано. А еврейскому народу заповедано. И чем кончил Гитлер? Гитлер поставил вопрос окончательного решения еврейского вопроса. И вы знаете, все Ацвенцевы, Бухенвальды, Майданеки. Так, Сталин Иосиф Мессарьевонович, друг лучший Гитлера. Сталин никому не верил, только Гитлеру. Он тоже поставил задачу. Чем кончилось? А евреи набрали какую силу? Признайте это чудо. Эта нация неистребимая. И она захватила все позиции в мире. И мы, как бы себя не выставляли, мы никогда не будем теми, кем являются евреи. Еврейская нация, я не еврей. Я природный русак. Отец рязанский мужик. И вообще, что говорит-то про это? Вот. Но я должен признать, не только как верующий, но вообще, что еврейская нация, а их нации 2896, почти 3000 на земле, и эта нация является чудом. Чудом во всех отношениях. Что за чудо? Ну и уничтоженное государство, полностью разметанное по миру, 2000 лет. И вдруг, благодаря Герцелю, принимают решение, возвращаются. Решили поменять язык, вернуться к истокам. И весь язык в полном государстве заменили. Это вообще невыносимо, невозможно. Они это сделали. Я, как верующий, вас хочу уведомить. Вы делаете различие между проклятием и благословением? Вопрос. Да, как вам сказать, я как-то об этом не думал. Ну, однако, вы знаете, когда, да будь ты проклятый, это плохо. А говорят, да благословит тебя Господь. Даже вы неверующий, вы почувствуете, ну, как раньше было, человек идет и здоровается, здравствуйте, Бог в помощь. А сегодня, как зависть, слова-то какие все. Да пошел ты на! Это разница-то таки есть. И когда говорят благословенные слова, это уже действительно доказано опытом. В разных комнатах пророщенное зерно поставили. Или не пророщенное. Перед одним крутит магитофон проклятие матеркина, а другом благословение. Там схоже с 97%, здесь 3%. Это на уровне бионики. Научно пока этого не доказано. Ну ладно, мы теперь знаем, что такое. Значит, это не чудо. Я сам чудо перед вами вот сижу. Да, да, да. Это чудо. Чудо, человек затворенный, мозг, его руки, движения. Это не в том было. Я тоже очень тяжко болел. У меня инфекция была заброшенной. Значит, ну, абсцесс, в общем, гнойник. Да. И доктора меня, ну, в общем, два раза супруги объявляли, говорят, ну, сутки, может, двое, он еще протянет. И, в общем, готовьтесь хоронить. Вот, ну, значит, я вот, будучи некрещеный, значит, два раза совершенно искренне помолился. Помимаете, да? Ну, как и Дед Щукарь говорит. Когда Громышков дарит, натурально крещусь тогда. Тогда крещусь. У вас вера Деда Щукаря. И вы знаете отводу, это поднятая целина Шолохова. Так, я читал. Так вот, я теперь хочу сказать, благословение, это вот, мать говорит, сын уходит на войну. И у нас стоит такой памятник возле вокзала. Мать благословляет сына на борьбу за свободу Родины. Так и написано, благословение матери не теряй. А теперь, да будут они прокляты враги, напавшие на нашу Родину. Так вот, если хотите быть благословенным, я вам скажу, что согласно Святой Книге Библии, первое благословение дается Аврааму. И написано, благословляющие тебя будут благословлены, проклинающие будут прокляты. Если хотите быть благословенным, никогда не проклинайте евреев. Ваше мнение оставьте при себе, не проклинайте. Это нация неприкасаемая. И вот смотрите, я себе скажу, я не еврей. Я пишу христианские книги. Я проповедую о Христе, которого евреи не признают. Ну, большинство евреев, мессианские признали-то. А мне евреи помогают. У меня прекрасные с ними отношения. Почему? Потому что я евреев благословляю. И последнее благословение, это от всякого заработка десятину платить священству. Ну, от 100 рублей десятку отдать. Вот, я считаю, меня считает никто, там, ну, допустим, мэр города, вот, заходит однажды. Краевой судья, это генерал-майор. Юстиция, генерал-лейтенант, там, прокурор края, там, генерал-лейтенант. И они сидят вместе, там, с небольшой сабантующим, день рождения. Я в это время пришел, но я никто. У меня подшитые валенки. Я захожу, они вот так вот, ой, а мы только сейчас тут с мэром города о вас говорили. Мы более счастливого человека не знаем. А они не знают. В интернете мне говорят. Почему? Я нахожу то, что я благословенный у Бога. Благословенный за мои благословения еврейской нации. Почему? Так они неправильно делают. Вот все, что вы сказали, это по повелению Божию было. По повелению Божию. Так и было. Это Ветхий Завет. И вам, ваш товарищ Юрий, все рассказал правильно. Но я туда не могу вписаться. Никак. Они перешли. Им Бог дал повеление. Спрашивается, если еврейская такой Ветхий Завет, они, главное, на него опираются. Люди считают, что о них думают. Они рубили беременных женщин, разруби пополам. Давид там сделал обжигательной печи их. Катками. Бросит там 18 тысяч в пропасть. Даже Гитлер до этого не додумывался. Но Гитлер-то неблагословенный, а Давид, его псалтырь, самая считаемая в мире книга, в мире, для всех наций и народов. Это 50-й псалум. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Вот. Вы к евреям будьте очень осторожны. Вот что сказали, все правильно. Но теперь посмотрите. Евреи, маленькая нация. Ну, определенно, скажем, там, несколько лет назад 12 миллионов было. Есть такой фильм, называется «Я легенда». Не видели? Нет. А запишите. «Я легенда». По-русски. Зарядите в YouTube. Вы не пожалеете, если посмотрите. «Я легенда». О том, как вирус вырывается на свободу, вымирает земля и остается только 12 миллионов. Они не говорят, что евреи. Люди превращаются в манкуртов. Они все лысые и только пожирают людей, и ничего человеческого в них нет. И только один заботится, полковник там остался, у него очень сильный иммунитет, вырабатывает эту вакцину, как... Вы посмотрите. Это по большому заказу этот фильм поставленный. И люди не знают. Я говорю, а почему 12 миллионов сохранились? Они не знают. Я говорю, евреи. Евреи. Я евреев знаю не понаслышке. Я с ними очень часто сталкиваюсь. Да, действительно, вы сказали, есть глупые на 100%. Да, так. Но они не брошенные и умеют писать. И они обязательно его пристроят где-то. А у нас все друг против друга. Вы не найдете, чтобы в интернете еврей сражался с евреем. У всех одно задание. Никому не давать разрешения говорить плохо об евреях. У них больше ничего нет. Они все юристы, все журналисты, все везде ведут. Почему? У нас есть книга Библия, которая предсказывает, что над всем миром будет царствовать один человек. Ну все, подошли, защипирование и прочее. Евреи. Еврейская нация разбита на 12 колен. Ну, областей. От кого, кто происходит. Данного колена. Из данного колена всем будет поставлен знак 666. Ну не цыгане же будут-то. Протоколы селонских мудрецов говорят. Кто? Евреи пришли к этому. Все, что было разнаряжено, так придет. Они, да, они не правы. Это человека ненавистящий из Шульхана. Рух их там, это руководство, которое у них в жизни. Но они все повернули во зло. Это богоизбранная нация. Почему? К ним пришел Христос. Библию получили через них. Это три мировые религии. Иудаизм, мусульманство, христианство. Имеет отношение. Как это так? Самому человеку это невозможно сделать. Это мировые религии. Мусульман уже два миллиарда почти. Почти два миллиарда христиан. Как это так? Это предсказано Богом было. Это богоизбранная нация. Это действительно. Если в Езер мы считаем из всех птиц, а это тысячи разных названий, избранная Богом только одна голубь. Из животных тысячи избранная только овечка. Почти три тысячи наций. Избраны только евреи. Язык еврейский это почти тот же язык, который был у Адама. Мы должны все это у себя сказать. Это чудо. Их уничтожают. А они выходят. И ничего с ними нельзя сделать. Вот воюют, говорят. Ну там маленькая полоска. Там даже негде писать. А цифра стоит 14. А в сторонке Израиль. Даже написать негде Израиль. И 2 миллиарда мусульман ничего с ними сделать не могут. И не сделать. И этот Аякс, этот храм будет разрушен. Храм третий там будет построен, где Соломон построил. И все нации мира, все нации мира покорятся им. Вы верите, не верите. От этого ничего не зависит. Мы уже вплотную подошли к этому. Дорогой мой Александр Николаевич. Ты скажешь, я не верю. Ну хорошо, ты не веришь. Но поверь в то чудо, что существует еврейская нация, которую Бог в 71-м, 2-м году, новая эра, торжества Христова, буквально как сухой комок растоптал и разметал по всему миру. И через 2000 лет они собираются вновь. И набрали такую власть, что у нас сейчас, ну, Дума, все законы принимают президенты, там, Медведев. И узнают, оказывается, имена-то всех еврейские. Фамилии-то другие. Кто нами руководит-то? А что же можно сделать? Только благословять и молиться. Разнаряженная мировая история заканчивается. И будет страшный Божий суд. Писал об этом Пуш Лермонтов. Есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный суд, и он ждет. Он недоступен звону златы, и мысли и дела он знает наперед. И вот они показывают там разных Эйнштейнов. Да мы легко обошлись бы без них. А они внесли такой вклад. Мы можем все опровергать. Но в самом главном они пришли к мировому владышеству. Вот они, если бы понимали, что Христос это спаситель мира, обещанный им. И он мессией является. Вот тогда бы у нас было все по-другому. Но Библия говорит, что в конце мира они обратятся ко Христу. Остаток обратится. Так что признайте, это самое великое чудо. Еврейская нация. Я не еврей, повторяю, но я глубоко верующий. Я, конечно, вас понимаю, но в то же время, я вот когда прочитал ваши вот эти вот разъяснения по поводу евреев, я больше поддерживаю вашу точку зрения, что это самая мощная этническая мафия, интернациональная, которая действует поверх границ. Да, сегодня это так. Да, поэтому я больше их воспринимаю именно таким вот образом. Но вы бы даже помните, великое преимущество быть иудеем. А во-первых, потому что им верено Слово Божие. Без Библии у нас вообще ничего бы не было. Даже имен наших не было. Ни Александра не было бы, ни Николая не было. Да, все имена, конечно, еврейского происхождения. Ну, еврейского, греческого, латинского там. Но мы оттуда черпаем все. Вы зайдите в картины «Галереи мира». Там, наверное, 90% это еврейские сюжеты. Гюстава Доре. Вот я выпустил книг, 38, и три из них «Новый завет». Мы раскрасили Гюстава Доре 230 картин. Как-то бы... Ну, вы зашли, наверное, на наш сайт. На сайте они есть. Так у нас там вверху написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Если вы ткнете на сайте, и сразу на наш форум. И там 1440 тем. Я, например, кто евреи для нас, и как нам с ними обращаться. Одна такая тема. Я никому не подыгрываю. Я просто беру исторические факты, данные. Я математик, любитель этого. И там все цифры выложены. Спрашивают, а что нужно делать? Ты ничего не сделаешь. И это ничего нельзя сделать. Ты просто погибнешь. У нас такой был святой, Игнатий Бринчанинов. Ты, говорит, не пытайся немощной рукой задержать это. Тебя просто сметет. Сметет. И это абсолютно ничего нельзя сделать. Почему? Когда Бог сотворил мир, и тогда уже было на небе запланировано, и сегодня идет проекция этого плана, и в этом мы сейчас живем. У Бога запланирована жизнь каждого человека. 138-й псалом. Давид говорит, «Зародыш мой, видели очи твои, и все дни для меня назначены». Бог это все знает. Я столько еще... Позвольте вам возразить. А как же Бог мог допустить появление Гитлера? Вот давайте вы вопрос задали. Я вам отвечаю. Вам на память сказать или просчитать? Ну, как хотите. Ну, я могу сказать. Из книги Карташова у меня написано, какая страница, все это. Один праведник молился в пустыне и говорил, «Господи, ну зачем дал такого царя, ну, скажем, Гитлера?» Там пришел Фока. Полковник один был, сделал мятеж, захватил власть, уничтожил доброго императора Маврикию в Греции, уничтожил жену, детей, сыновей, все. И он в пустыне молился, и вдруг Бог ответил. Я долго искал, говорит, но хуже не мог найти. По вашим делам. Придет Сталин и Гитлер, чтобы вас вразумить по вашим делам. Каков поп, таков и приход. А мы скажем, какой народ, такого Бог дает правители. Мы ничего не можем сделать. Вот сейчас меня сегодня вопрошают, вы что, путиноида поддерживаете, они там то другое. Я говорю, что он сейчас русским, разные там запреты, нескоро вот приехать из суда, не бы что пропишут. А вот этим разом с юга, вот в этом году 13 миллионов официально принято. Намечено на следующий год 18 миллионов. Я даю полное объяснение. Путин поступает так, как ему занаряжено. Он не сам хозяин-то. Не сам. Ну и ему прямо предложили земля, Богу принадлежит земля пустая. Согласно выкладов Дмитрия Ивановича Меделеева, нас должно русских быть 600 миллионов, а нас меньше 100. Ну и что? Полмиллиарда сожрали сами друг друга, чтобы ищет это кого-то. И ему предложили так, или ты мирно отдаешь, чтобы люди за эти земли-то бесконечные заселяли, или мы сейчас два дня, и вас и не будет здесь. Китай-то напротив одной дивизии нашей, 100 развернутых дивизий китайцев. Вот и все. Путин делает то, чтобы выжить и оттянуть время. Его не надо судить, за него надо молиться. Я повторяю. Я целиком и полностью Путина поддерживаю. Я считаю, что это очень умный современный политик. Это счастье, что на таком вот развале он сумел, так сказать, удержать все это. Мы тут с вами, говорят, сошлись. Но вы просто говорите, он правильно сделал, а я ежедневно произношу его имя на молитве. Господи, дай ему разума доброго. Господи, чтобы дума там работала, думала, а не получали сегодня зарплату 254 рубля в месяц. А у меня пенсия 5000 всего. 35 лет стажа трудового. Три грыжи на позвоночнике. Тяжесть. Я строитель на стройке. Но если о нем не будут молиться, его убьют. Мы все за него молимся. Вот мы согласились, молимся за Горбачева. А почему? Потому что он еще живой. Вы о Горбачеве, может быть, не все знаете. Вот. Меня, я когда в университетах вел занятия, там, ну, в воинских частях везде, тогда вопросы были такие, а что в Библии говорится о Михаиле Меченом? Я говорю, нет такого слова Меченый. О Михаиле говорится только об Архангеле. Но Горбачев, это единственный человек у нас, который прямо избран Богом на это дело. А как вы узнали? Очень просто. Очень просто. Он открыл и дал свободу церкви. Это сделал только царь Кир. И Господь говорит, скажи Киру, моему помазаннику. Я нынче был в Привольном, на его родине. Ну и там пришлось тоже беседовать. В администрации я ему книги свои сказал, там, где он находится, передать. То другое. Мы за него молимся, чтобы Бог дал ему покаяние. Вот и все. Он на своем месте был. Он пришел в то время, когда эта империя зла, империя лжи должна была исчезнуть. И есть такая карикатура, он сидит, руки. Я не трогал, она сама развалилась. Хотел показать социализм с человеческим лицом. А там такая бяка вылезла, такое чудовище, что все развалилось. И меня когда спрашивают, а что послужило разрушением государства? И какие люди самые известные вам? Я говорю, Горбачев и Солженицын. Опубликование архипелага ГУЛАГ и гласность. Вот два момента, которые разрушили этот конгломерат. Люди просто не понимают ни в политике, ни в чем. А политика, Владимир Ульянов сказал, это умение управлять душою. Это умение управлять домом, семьей. Я увеличиваю от бесконечно малого к бесконечно большому. Это государство. Управление миром. Это знают евреи. Вы знаете, Игнатий Тихонович, меня тут местные русские называют Солженицына. Это моя кличка. Потому что у меня тоже лоб со шрамом, вот видите. А меня тоже называют. Я внешне так даже похож. С бородой. Когда лежат, мне говорят, о, Солженицына привезли. Я хотел у вас спросить. Я не могу больше злоупотреблять вашим временем. Я хотел у вас спросить. Вот вы сказали, что вы знаете меня по его рассказам. Мне любопытно было бы узнать, что он обо мне такого рассказывал. Он много не рассказывал. Сказал, что у меня знакомый есть Артамошин. В Америке. Он работал, как хороший работник. Он что-то такое говорил. Отрицательного ничего нигде не было. Но говорил о Боге, значит, не время ему он не принял. Очень сходно, очень мягко. И у меня у вас мнение, как о хорошем, глубоко порядочном человеке. Мне лгать никому не надо. Я проповедник. Мне это запрещено. И поэтому я разговариваю с вами, я открыто, свободно, не ожидаю никакой пакости. Не, конечно, это исключено. Вы можете бы в этом... Теперь я скажу о Солженицине. Я недавно газета, если я не ошибаюсь, российская газета, и она, как говорится, учредитель российского правительства. Это путинская газета. Она напечатала 30-летие, как новый мир журнал опубликовал первая глава архипелага ГУЛАГ. И тут же поступило опровержение. Ровно на 10 лет православный проповедник из Бажола Игнатий Лапкин наполнил страну архипелагом ГУЛАГ. Я его насчитал на пленку, а потом у меня тон в студии было, 15 магнитофонов, и я отсидел за это. Меня посадили, и это в обвинении стояла архипелага ГУЛАГ. Но я написал на 4-7 книге, им капресс во Франции было напечатано, написал послесловие. И поэтому Солженицын для меня не просто Солженицын, а это учитель. И я сделал так, как он говорит, выходя из тюрьмы, я сказал, благословляю тебя тюрьма, ты многому меня научила. Я бы таким не был, он говорит, но я уже такой пошел готовый в тюрьму. У него не было такое, как я молился, как преступники каялись, обращались, как вызывало меня начальство. Мой путь весьма необычен был. Бог дал мне власть над душами через свое слово. Совершенно новые люди, новая камера. Утром встаем, говорят, вчера ночью 7 человек с вами вместе вставали молиться. И при том люди, когда я узнаю о них, полностью переменили жизнь. Это Бог делает. Бывает одна встреча, вот ко мне приехал однажды, ну, люди, они поехали с одним евреем, он верующий. Ну, и в Новосибирске поехали, они потом говорят, у нас в Барнауле есть православный, и он знает Писание. Он заинтересовался, приехал. Они его привезли, а уехали уже, говорит, без него. Он стал православным батюшкой. Православным. Пришел в православие еврей, Наум Израильевич. И он сейчас священником, и везде подчеркивает, что он родился духовно в моем доме. Это Бог делает так. И когда воюет с евреями, спрашивает, да что теперь, руки сложить? Я говорю, нет, с ними надо воевать. Воевать очень крепко. А как? У нас одно оружие – любовь. В чем нуждаются евреи, я должен узнать, помочь, скрыть. То есть я борюсь с мусульманами, как любовь. Я иду, допустим, сотрудничаю 17 лет с местной тюрьмой. Ну, в первую очередь, все знают, что я каторжник. Там биографию быстро узнают. Я выступаю по рации, иду по камерам. Какая там где нужда? Мы покупаем, несем докрашенных яиц на Пасху. Один из случаев был. Вы не устали? Нет. Нет. Вот. Они иногда объявляют голодовку. Но если просто политзакрещенный, это один вопрос. Но когда такие люди, которые уже по шесть сходок делали, и за плечами у него там неблагоугодные дела, то к нему в это время лучше не подходить. Я узнал, стал проситься. Ну, администрация, да это невозможно. Это вообще невозможно. Их перевели в одну камеру, там ужасно что. Я говорю, ну я дам расписку, я во имя Бога. Да что мы с Богом... Что случится с Богом, спрашивать будем-то? Ну, однако, у меня прокурор краев, близких друзей, генерал-лейтенант. Он все сумел сделать, и меня туда пустили. Запустили, дверь закрыли. Ну, офицеры там с собаками, там, и ОМОНовцы, кто там, стоят в случае чего. Проходит не больше часа, я выхожу. Начальник тюрьмы звонит мне вечером. Я, говорит, прослужил всю жизнь в этой пеницентарной системе. Я не встречал такого. Вся камера, 20 человек вышли из голодовки. Вы чего могли сказать им такое-то? Я, говорит, даже не слыхал, как это можно. Я говорю, очень просто. Я коротко вам поясню. Я спросил, скажите, вы сколько дней уже голодаете? Он, говорит, четвертый день идет. А вы знаете, что в тюрьме свирепствует туберкулез? Конечно. А для туберкулеза это самое приятное, когда человек не ел и проще. Эти палочки... А среди вас есть туберкулезные? Да вот пятеро они кровью харкают. Но остальные-то вы выйдете такими же. А вы хотите, чтобы выйти на свободу? Отец, ну мы вас знаем, поэтому с вами так разговариваем. Вы сидели не один раз, и там все знают. Я говорю, так вот, если у вас есть кто-то на свободе, кто вас любит и ждет, он не дождется. Да у меня кого? Жену я зарезал, ребенка убил, там один говорит. Другой еще что-то. Ну попугай, собака там или яблоня. Кто-то есть? Да, конечно. Так вот, давайте сделаем так. Ваши претензии я выслушал. Завтра я иду в администрацию края, к прокурору края и по защите прав человека. У нас есть такой здесь. Я назваю его Веслогузов и прочее. Я это все донесу до них. Прокурору по надзору, я его знаю, красноперов, пойду. А вы так, сейчас, завтра у нас Пасха, как раз суббота была. У вас голодовки нету. За мной повторяйте. У нас голодовки нету. Ну, ну ладно, сказали. Но вы до вечера не ешьте. Это уже будет пост. Полдня будет пост. Во имя Пасхи. А вечером попросите, они вам приносят пищу. Да каждый день приносят, мы не берем ее. Ешьте только постную. А завтра Пасха, розговни, вы розговляетесь. И они все вышли. Так я после встречал этих людей. Даже на дом приходили ко мне. Это не выскажешь. Ну, я людей знаю. Люди с людьми работают. Это настоящее, искреннее отношение любви. Я ведь стал другим. Я сейчас где работаю-то там. Я видел вот это преображающее действие Слова Божия. Александр Николаевич, я не выдумываю это. Я христианин. Следователь, который меня допрашивал, который вел мое следствие, он обратился, принял полное крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Это вообще вещь неслыханная. Почему? Это Бог. Это не я. Я просто сказал Господи, живи во мне и делай как тебе угодно. Это наши русские люди. А зачем вы это делаете? Я говорю, знаете, вот из тех, которые сидят у нас здесь, 3700 в одной тюрьме, есть надежда, что попадут под амнистию, их не расстреливают, они могут выйти, и в Китай их не вышлют. Они вернутся к нам. А теперь ваша жена идет с работы или дочь, и она останется живая, попадется ему. Скажите, а правда она будет? Да вы что, да конечно. Ну вот так и рассуждайте. Я практик, я не философ. Я встречаю этих людей, я работаю с ними, я работаю с ребятишками. Я создатель и начальник детского лагеря, 41 год. Тысяча детей. Без помощи государства ни одного рубля, это что-то стоит. Эти люди становятся на ноги. Я в любом месте сидел бы с президентом, что мы делаем. Так это я называю маленькую часть, что мне Бог дал делать. Это Бог. Я не способен ни к чему этому. Я не могу это себе приписать. Так что, дорогой Александр Николаевич, когда мы придем в последней черте, я жду встречи с моим Господом. У неверующего ничего нет. У Паустовского сын говорит ему, писателю, и говорит, папа, вот мама почему-то все время, как будто каждый день все светлее и светлее, а ты все темнеешь и темнеешь. Какой? Он говорит, у мамы встреча со Христом, а у меня могила, у меня ничего впереди нет. У неверующего нет ничего, лопух на могиле. А у меня радостная встреча. Допустим, доказывать. Очень просто. Вот вы атеист, я верующий, давайте согласимся, пять минут вам я даю слово, и вы начинаете, ну я за вас как бы говорю, как будто это вы говорите. Ну, я верю, а Бога-то нет, я с вами полностью должен пять минут соглашаться, а потом вы со мной. Я верю, а Бога-то никакого нет, это говорит о том, что я просто дурак. Но кроме того, что я дурак, я-то о себе так не думаю. У меня нормальная пища, у меня мясного вообще не бывает. У меня тысячи друзей, у меня нормальная семейная обстановка, я сплю хорошо, я за всю жизнь еще таблетки одной не съел. Но мне 74 года, пять тюрьм, лагерь, не просто лагерь, а лагерь смерти называю. 26 лет меня только психиатрия мучила. Это ни день, ни два. Где бы я ни сдал экзамен, у меня везде одни пятерки. Узнают, пять дней меня вышвырнули. С любого института, где бы я ни был. И что? Ну, я верю, а надо жить как вы. Но теперь что я потерял? Ничего не потерял. Со мной преступники разговаривают с уважением. Начальство любое. Дают мне место, они где-то в эфире выступают, там за рубежом нынче, вот проехали 15 стран. Ко мне совершенно другое отношение. И говорят, ну вот поехали. Вам же говорили, в Чечню, в Азербайджан не ездите. Русских убивают. К нам другое отношение, нам нельзя подражать. Мне дают слово, мусульмане. Я в мечети зашел, молюсь, они меня облепили со всех сторон. Это надо видеть было. А почему так? Бог. Я имею доступ к их сердцам. Вот теперь поговорите, что я потерял. И я умру так же, и вы. Но я ложусь с надеждой на Бога, что ночью Бог меня возьмет. У меня ночная молитва. Днем я не меньше семи раз становлюсь на молитву. Одна разовая молитва, три святые молитвы и сто поклонов. Ко мне отовсюду звонят. Америка, Англия, там. Я не могу сказать откуда. Израиль, Австралия, помолитесь, помолитесь. Вашу молитву людям дали молву, что Бог слышит меня. И там мертвых подхрискать. Да нет, от меня вообще ничего не зависит. Одна звонит в Германию. Вот мы слышали и просим помолиться. А что? У нас внуки, операция сердца очень тяжелая. И врачи даже не уверены в этом. Я говорю, а чего вам надо-то? Ну, операция чего? Вы не поняли, к кому обращаетесь. Я не прошу здоровья-то. Я прошу воли Божьей будет. Вот вы попросили сейчас, я уже вижу. Ровно на третьей минуте младенец умрет под операционным ножом. Да вы что? Ну, я вам сказал, молиться или не молиться? Молчок. Я говорю, я просто сказал вам. Может быть другой исход. Но воля Божия, он может быть злодеем будет, ему не надо жить. Ну, молиться или не молиться-то? Ну, помолитесь. Я помолился. Помолился, проходит там часа два благополучная операция, но температура зашкаливает. Помолитесь. Помолились, температура пошла вниз. От меня ничего не зависит. Это Бог кладет на сердце. Как хорошо быть верующим. Теперь вы соглашайтесь со мной. Я ничего не потерял, будучи дураком. Ничего. Ну, а теперь Бог есть, а безумец сказал в сердце своем, нет Бога. Безумец. Видя такую красоту, природу, животный мир, космос. И он не понял, что само по себе не могло возникнуть. Что у тебя каждый палец шевелится, на месте ногой. Какой ты есть? Где у тебя руки, ноги, сочленения, мускулы, сухожилия? Ну, что ж ты не верил-то? Но, кроме того, ты не принял Христа своим личным спасителем. Ты не поверил, что Библия от Бога вся, до единой буковки. И ты умрешь, и в ад пойдешь. Но ты со мной должен соглашаться. Ну, по-твоему, я дурак, я умру, но у меня такая же могила, как у вас. И такой же памятник, только с крестом. У вас, может быть, звездочка, там, украшения. Что-то там, ну, универ еще как-то маленько по-другому. Но я ничего не проиграл. Вы проиграли все. Однажды один профессор филологии, там, на корабле плывут, у нас такой рассказ есть. Ну, видит, там, стоит верующий человек и молится. И он подошел, да вы что, в Бога верите? Да, это все глупости. Скажите, а вы знаете хорошо вот грамматику? Так я матрос обыкновенный, какая мне грамматика? Нет, я не знаю, вы много потеряли. Ну, вот случилось кораблекрушение, он пробегает мимо и спрашивает, господин профессор, вы плавать-то умеете? Он говорит, нет, вы потеряли всю жизнь. Атеист ничего не имеет за гробом, кроме червей и ада. Черни умирающие. Поэтому я не убеждаю, а просто, ну, я свидетельствую о Христе, моя какая жизнь? Я ко Христу пришел 23 года. До этого я просто верил, что Бог есть. И для меня лучшие, самые большие враги были евреи. За то, что они разбяли Христа. Я так понимал. Но Библия открыла мне глаза. Благодаря еврейской книге, Библии, я стал другим человеком. В это время, когда я обратился, я учился в училище, высшее мореходное училище, и добился разрешения три курса за год сдать по одному из языков, который комиссия выберет, английский, немецкий или французский. Говорят, тебя, я не больный, я служил во флоте, у меня отличное здоровье. У меня, говорят, спрашивают молодых людей, а кем ты хотел молодой быть? У меня только одна мечта была, стать террористом, больше никем не хотел быть. Отомстить коммунистам за поруганную родину мою. Это я знал в пяти лет. Отец рассказывал, как раскулачили. Александр Николаевич, я вас не обманываю. Но Господь показал, не ты будешь убивать, а тебя будут убивать. И я принял с радостью этот крест, который на меня Бог возложил. Я рад, что вы позвонили сегодня. Мне очень приятно было с вами побеседовать. Я тоже очень много слышал от Игоря, от вас, о вас. И мне было крайне любопытно с вами познакомиться. Я, кстати, когда заезжал, я был у вас там, у вас там два домика. В одном у вас это молельный дом, а в другом, ну, что-то типа общежития. Я тут и сижу сейчас, во втором я и сижу. Да, у него там комнатка была. А вы знаете, что это за дома? Это единственный дом на всю Россию такой. Я же сдал фонотеку. И когда я был освобожден, я подал в суд. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Они мне должны были 11 миллиардов. Ну, конечно, суд не все присудил. Но у городской администрации этого не было. Ну, Бог дал хорошего пристава, и она объявила городскую администрацию. КГБ осталось в сторонке, они умеют это делать. А главный ответчик городская администрация. А у них денег нету. И это она поставила на условия. Говорит, значит, тогда ни один учитель больше не получит деньги. Все, замораживаю, она пристав. Пока слабки на меня рассчитаетесь. Ну, и со мной стали разговаривать уже более мягко. Ну, как мы можем это уладить? Я говорю, нам нужна недвижимость, где нужно, могли бы молиться и прочее. А где? Ну, такой район, где сухо, недалеко от остановок. Мы хотим там молиться. Ну, и вот Бог так сделал. И когда вот эти два дома на меня оформили, тогда был мэр города Баварин. Это неплохой мэр. Он входил в десятку лучших мэров России. Трагически погиб. И вот, когда мы получили, он приехал. И мэр города, каторжнику, я каторжник, передает. И здесь же корреспонденты краевой нашей газеты все сфотографировали, написали статью. И Игнатий Тихонович Лапкин предпочел храм недвижимости. Эта книга называется «Для слова Божия нет уз». Она на моем сайте, в открытом виде. На сайте. Так что... Я вот забыл, только улица Плеханова, нет? Нет, Ползунова. А, Ползунова, да. Ползунов это такой был. Да, я помню, Ползунова. Это изобретатель, по-моему, паровоза, что ли, Алтайского, да? Да, нет, не паровоза. Это Черепанов паровоз изобрели. Паровую машину на шахтах. Здесь рудники были, и он для них сделал. Угу. Спасибо вам большое. Я получил истинное удовольствие от общения с вами. Спасибо. Появится Угорь. Игорь, когда появится, передавайте ему мой привет. Ну, скажите ему, что умерла Хабарова Наталья Евгеньевна. Тамара? Хабарова. Хабарова, я не расслышал. Простите, пожалуйста. Хабарова Наталья Евгеньевна. Наталья? Она бывший начальник. Ага. Она в каком возрасте умерла? В 70, то ли 3, то ли 76 лет, по-моему. Ну, да. Да. Это герой соцтруда. Она у нас была начальником экспедиции там на севере, в Магаданской области. Александр Николаевич, если в дальнейшем у вас будет желание, то примерно в это время вы возьмите для себя день четверг. У меня где окошко, я вам говорю, у меня очень много по скайпу разговоров, мы наш разговор выставим уже сегодня. Ради Бога. Вы мне очень понравились, искренний человек, и я не зря потерял время. Пусть Господь вас благословит во всем, чтобы божественный был успех у вас, и душа была вам спасена, чтобы Спаситель Христос был вашим личным Спасителем. Спасибо. Храни вас, Господь. Все. Я желаю вам, Петра. Здоровья. Молодец. Он, я слышал о нем много, Игорь говорил, а встречи вот не было, вышел. Ну, кажется, воскресенье, вот. Но Господь так сделал. Мой Бог. Вот сегодняшний день, это у нас 1 декабря, действительно, чудо Божье. Ну, все пока, значит. Я смотрю, еще сейчас у меня там на... Вот. У нас 2.